Окей, ну, значит, последняя часть нашего курса будет посвящена алгоритмам для массово параллельных вычислений. То есть она в каком-то смысле независима от всего этого стриминга, которым мы сейчас занимались, но, тем не менее, есть какие-то элементы стриминга, в частности, линейный скетчинг, он тоже очень хорошо работает, если вы хотите делать массово параллельные вычисления. Значит, в основном мы будем разговаривать про задачи кластеризации, и в основном у меня есть блог, на котором можно почитать в больших подробностях вообще про сети вещи, потому что это тема, которая меня лично очень сильно интересует, и у меня есть статьи, про которые я постараюсь, может быть, сегодня успеть рассказать на эту тему. Да, и в блоге там тоже много чего написано. Окей. То есть MPC — это Massively Parallel Computation, алгоритмы для массово параллельных вычислений. И сегодня мы поговорим про два типа алгоритмов. Алгоритмы для графов, да, то есть, естественно, это очень большой граф. И мы хотим проверить связность, связность, как мы выяснили, уже очень важный примитив, или посчитать как какую-то кластеризацию этого графа. То, что называется correlation cluster, я объясню, что это такое. Это будет один тип кластеризации. И второй тип кластеризации будет для векторов. То есть, у нас есть данные, представленные в виде векторов, очень много векторов в высокомерном пространстве, мы хотим их прокластеризовать. На самом деле, вот эта часть, это просто скопировано из доклада, который я сделал в Фейсбуке в феврале. Там есть просто группа, которая занимается обработкой больших данных, да, но им было интересно узнать про последний прогресс в этой области, потому что они на кластерах очень много чего считают. И в частности, они используют очень много алгоритмов типа K-means. У них есть имплементация алгоритмов связанности, потому что они там работают с графом Фейсбука, которая большая, и плюс у них еще куча всяких вспомогательных есть, графов, которые они хотят каким-то образом обрабатывать. Да, и поговорим про какие-то открытые вопросы и направления вообще в этой области, потому что эта область очень бурно сейчас развивается, очень много статей на эту тему сейчас публикуется. То есть, то, что мы говорили про стриминг, это такие были довольно классические результаты уже по нынешним меркам. Они все были получены где-то в конце 90-х, начале 2000-х, может, в середине 2000-х годов. А то, про что мы сейчас будем говорить, это уже более-менее последние 10 лет. Или даже последние 2-3 года. Окей. Значит, такой обзор того, что в этой части мы пытаемся покрыть. Я не уверен, сколько мы успеем. Ну, посмотрим. Значит, презентация покрывает 4 основных алгоритма. Мне удобно представлять, как такую матрицу 2 на 2. Значит, у нас будут алгоритмы для графов, алгоритмы для векторов. Будет один простой алгоритм для них и один такой более продвинутый. То есть, базовый алгоритм, как всегда, для графов самый базовый алгоритм – это проверка связанности. А для векторов у нас базовый алгоритм такой простой будет типа k-minus, потому что k-minus, наверное, на векторах – это чуть ли не самый популярный алгоритм вообще для обработки векторов кластеризации. Ну и плюс у нас будут какие-то более продвинутые, значит, алгоритмы для того, что называется correlation clustering, я объясню, что это такое, и кластеринг на основе ближайших соседей, называется single linkage. Значит, модель вычислений у нас будет теперь другая, уже не стриминг, а модель вычисления на кластере. И тут как бы важно очень внимательно это посмотреть, потому что модель будет влиять довольно серьезно на то, что происходит, и у меня есть некоторые нюансы. То есть, пускай у нас есть вход размера n, то есть представьте себе, что n, допустим, это у вас ребра графа, да, то есть граф представляет просто множеством ребер, и у вас очень много этих ребер, да, там, миллиарды этих ребер. И пускай, значит, как я уже говорил, значит, на первой лекции, да, у нас данные большие, когда они не влезают в локальную память. Потому что если они не влезают в локальную память, то, как говорить особо не о чем, а если они не влезают, то значит, на кластере что мы делаем? Мы заводим m машин, и на каждой машине у нас будет s памяти. Да, вот это основные параметры. То есть, если у нас данная в определенную память не влезает, то мы просто заводим эту оперативную память на разных машинах, и нам хочется, чтобы данные в итоге у нас помещались, да, то есть, и хочется, чтобы overhead был минимальный по количеству используемой памяти, то есть, чтобы у нас количество машин, которые мы завели, умножить на локальную память, было что-то порядка количества входа, да, то есть, завели там 100 машин или 1000 машин, и в итоге у вас все данные в принципе теперь в память помещаются, да, в вашу суммарную память, но они не находятся в локальной памяти, и это создает определенные сложности, да. Давайте введем какой-то параметр, который будет контролировать количество памяти. Параметр будет называться эпсилон, и наше количество памяти локальной s, оно будет n в степени 1 минус эпсилон, то есть оно будет полимерально меньше, чем n, но немножко меньше, да, то есть, например, если эпсилон это 0.1, то память у нас будет n в степени 0.9. То есть данные не влезают, но если мы возьмем полиномиальное количество машин, маленький полином, то они не влезают. Ну или там для простоты можете просто думать, что эпсилон какая-то константа, например, половина, да, то есть удобно из себя в голове держать набор параметров, что у вас, например, корень из n машин и на каждый корень из n памяти. Да, понятно, что может быть это в реальности не самое разное предположение, но литератического анализа там проще всего, например, так думать. А на самом деле может быть эпсилон это что-то больше похоже на 0.1, потому что у вас, допустим, есть там гигабайт локальной памяти и там, может быть, 100 тысяч машин, да, поэтому у вас машин, конечно, гораздо меньше, чем памяти, не то чтобы их там обоих корень из n, но тем не менее можно моделировать легко каким-то полиномом типа n в степени 0.1. Да, n в степени 1. Ну или там какой-то полином. Так, еще этот момент понятен, да, то есть у нас будет машин n в степени эпсилон порядка, а памяти будет n в степени 1 минус эпсилон. Да, и как раз произведение типа порядка n. Ну может там еще какие-то логоприфмические факторы будут. Ну, давайте забудем на секундочку. Окей. И вот у нас такой сценарий, да, когда у нас есть эти одинаковые совершенно машины, они соединены через сеть, на каждой машине у нас s памяти, машин всего m. К нам приходит в эту систему вход размера n, и мы запускаем тут процесс вычислений. И в итоге у нас получается какой-то результат. Причем часто так получается, что результат тоже большой. Например, часто будет результат размера тоже линейного. Да, то есть, допустим, если вы хотите посчитать, не знаю, какое-то основное дерево или компоненты связности, то тоже у них может быть линейный размер. То есть часто так будет, не всегда, но часто будет так, что, допустим, у вас ответ тоже не влезает в локальную память. Да, то есть у вас s гораздо меньше, чем. Окей. Значит, вот такая модель хранения данных пока что, что просто их можно распределить по всем этим машинам, и у вас в итоге все влезет. Значит, модель хранения очень-очень простая. Она моделирует MapReduce, моделирует Spark, моделирует все вот эти системы, которые синхронным образом производят вычисления. Значит, у нас будет ключевой параметр r – это количество раундов вычисления. Значит, что такое раунд? В каждый раунд каждая машина выполняет вычисления за, ну, почти линейное время. Да, то есть вот у вас есть локальная машина, она в каждом раунде производит линейные вычисления, более-менее. Ну, то есть, может быть, тут есть какой-то небольшой оверхэд, может быть, чуть-чуть больше, чем линейный. Но давайте считать, что, допустим, линейные. Это первый шаг. То есть все машины, они параллельно считают что-то за линейное время. То есть если у вас данных очень много, они на каждой машине занимают весь объем оперативной памяти, то понятно, что как бы локально там за квадратичное время нельзя работать. Да, то есть если у вас там какие-то гигабайты данных, то квадратичный алгоритм – это уже очень плохо. Поэтому все алгоритмы локальные должны быть почти линейные. Замечательно. И если у вас r раундов, то с точки зрения пользователя все вычисление занимает как раз s в степени близко к единице умножить на r времени. Потому что у вас r таких шагов. Каждый занимает почти линейное время. И дальше, значит, между раундами машины могут обмениваться информацией. То есть разрешается каждой машине послать или получить не более s битов информации между раундами. значительно. Значит, почему такое ограничение? Потому что если у вас s размер оперативной памяти, ну или памяти на машине, то предполагается, что если вы какой-то стриминг-алгоритм на лету не запускаете, то все данные, которые к вам приходят, вам нужно куда-то сохранить. Ну и если они у вас не влезают в память, то это проблема. Это предположение модели. Если вы еще заодно какие-то потоковые алгоритмы на входящих данных заодно запускаете, то, наверное, можно лучше сделать. Но в этой модели синхронных вычислений предполагается, что вам нужно куда-то данные поместить и потом вы на них будете считать. Да, да, да. Считает, что кто может общаться с кем угодно? Да, да, это как раз важно. То есть вот здесь сидит такой хаб и разрешает всем со всеми общаться. Да. Замечательно. Ну и в чем главная достоинство этой модели? Главное достоинство модели, что на самом деле сидит достаточно просто работает. В распределенных системах всегда очень много всего происходит, и понять, какая будет производительность, не очень легко. А в этой модели разрешается такой довольно ограниченный набор вещей. То есть нужно все делать в последовательность числа шагов, и это количество шагов определяет трудоемкость вычислений, потому что с точки зрения пользователя проходит порядка s умножить на r времени, пока вычисление не завершится, а также полный объем сообщений, которые пересылаются, он тоже контролируется количеством раундов. Потому что каждая машина может получить не больше, чем s битов. Значит, в сумме за один раунд входящее сообщение не больше, чем порядка n битов. И, значит, за r раундов это порядка n умножить на r. Ну и как бы эта модель такая мотивация, что если вы делаете вычисления в системе типа MapReduce, то там как раз вот эти раунды, они в очень явном виде возникают. То есть в MapReduce как раз обычно все вычисления занимают несколько раундов. И в каждом раунде как раз что-то такое и происходит. И, грубо говоря, в MapReduce обычно хочется, чтобы было как можно меньше раундов, в идеале там, не знаю, 2-3-4 раунда. И эта модель как раз она фокусируется на минимизации количества раундов для того, чтобы что-то вычислить. То есть это ключевой параметр. И алгоритмы будут сравниваться в терминах количества раундов. То есть алгоритм, у которого меньше раундов, мы будем говорить, что он лучше, потому что полное время и полное количество сообщений, они контролируются как раз количеством раундов. То есть чем меньше, тем лучше. Да, то есть наша цель в этих алгоритмах будет минимизировать количество раундов, а в идеале сделать его константой. Окей. Да, ну давайте вернемся. Может быть, есть какие-то вопросы есть. Тут как бы очень важно, чтобы эта модель была понятна, потому что все остальное будет зависеть от того, какая модель вычислений. А почему в идеале раундов должна быть константой? Ну, потому что это как бы лучше нас ничего, понятно, не получится. А если константы большая? Ну, тогда константы как можно меньше. Окей. Ну, окей. И в идеале, в смысле, я имею в виду, что если у вас есть выбор, допустим, у вас будет лог n раундов или там n в степени какой-то раундов, то, конечно, в идеале хочется константы. Это, в общем, все. Что такое n? Это размер входа. Да, то есть на предыдущем слайде у нас был вход размера n, который приходит сюда. Полный размер оперативной памяти у нас порядка n. Может быть, с какими-то дополнительными логарифмами. И мы производим вот эти вот последовательные вычисления в раундах. Окей. Замечательно. Значит, откуда это все появилось? Появилось это изначально для моделирования систем типа MapReduce. MapReduce было такое изначально замечательное изобретение. Оно было придумано в Yahoo и потом доделано в Google. То есть такой Брайан Дин, известный человек в Google, много занимался MapReduce, например. И изначально соцсетя принадлежит как раз Брайану Дину, который здесь показан, и с NJ Gamma. Окей. Есть другие абстракции для параллельных вычислений, которые я не буду сегодня обсуждать. Есть такая очень старая абстракция, называется Piram. Если вы когда-то смотрели на старые статьи по параллельным вычислениям, то очень много всего написано в терминах пирамов. Эта абстракция была придумана где-то в 80-90-х годах, когда считалось, что все машины будут иметь общую память. То есть они считали, что, наверное, в будущем нам удастся построить машины, у которых будет гигантский пул общей памяти, куда все влезает. А проблема, на самом деле, это просто много ядер туда посадить. И они занимались вопросами, типа, а что если у нас какое-то гигантское полимеральное количество ядер сидит на общей памяти, и как алгоритмы строить. А развитие систем параллельного программирования, на самом деле, пошло в другом направлении, и такие системы до сих пор не построены, когда у нас гигантская общая память и какое-то огромное полимерное количество процессоров. Но, тем не менее, эти алгоритмы в модели пирамы, они некоторой актуальностью обладают. И, в частности, их можно с некоторыми потерями моделировать в MapReduce. Ну, окей. То есть, это такое специальное наблюдение. Давайте его даже пропустим. Если вы не знаете, что такое пирам, то, в общем, не важно. Окей. Да, есть специальные, значит, системы для обработки каких-то специального вида данных. Например, есть Preg для обработки графов. Есть еще куча разных систем, типа, Жираф есть у Facebook для обработки графов и так далее. Плюс MapReduce — это довольно чистая модель, а на практике часто у вас есть еще какие-то дополнительные сервисы на MapReduce. Например, бывают распределенные хэштаблицы, которые вам дают быстрый доступ, относительно быстрый доступ к случайным элементам. Да, то есть, на эту тему очень много всего написано. Мы не будем сегодня вдаваться в эти детали. То есть, это как раз такой дисклеймер, что мы сегодня не будем обсуждать. Также мы не будем обсуждать всякие низкоуровневые детали имплементации. То есть, есть книжка профессоров из Стэнфорда, которая на более низком уровне написана для тех, кому интересно в этом разобраться. У нас будет более асимпатический подход, а в этой книжке более такой конкретный подход, чтобы всякие константы правильно были. Окей. Хорошо. Значит, да, эта модель, которую я писал, она в каком-то смысле основана на модели Valiant, то, что называется Bulk Synchronous Parallel Model. То есть, в этой модели тоже какие-то статьи написаны. Давайте даже не будем особо вдаваться в детали про это BSP и связь с BSP. То есть, модель, которую я описываю, она на самом деле появилась в ряде статей людьми из Google и Yahoo, написанных в основном, чтобы моделировать такие системы. И в последнее время очень много статей на эту тему. Это даже довольно старый слайд. Окей. У этой модели есть ряд достоинств. В частности, что она соответствует всем современным системам, типа Hadoop, MapReduce, Drive, Spark, Giraffe и так далее. У нее мало параметров. То есть, основных параметров – это количество раундов. То есть, недостаток некоторых моделей, что у них там пять параметров, и когда вы строите алгоритм, то его сложность определяется пятью параметрами. И их всех одновременно оптимизировать очень сложно. А здесь конкретно сказано, что нужно минимизировать количество раундов. И чем меньше раундов, тем лучше. Легко сравнивать алгоритмы. Окей. Количество раундов – это информационно-теоретический параметр, и можно на него доказывать, безусловно, нижние оценки. То есть, все не зависит от всяких предположений, типа p равно ли оно np. Однако, количество раундов тоже имеет определенный недостаток, что иногда может быть описание более сложных процессов параллельных вычислений. Если у вас есть хэштейбл, плюс еще какие-то системные моменты, которые вам помогают быстрее что-то читать, или у вас, допустим, несинхронные вычисления, то это может быть слишком грубо. Ну и плюс в последнее время, вот такое есть наблюдение, которое я в какой-то момент сделал для себя, что значит у эффективности вычислений в последнее время, мне кажется, важность очень сильно возросла, потому что когда у вас маленькие данные, вы считаете все локально, или на каком-то своем маленьком локальном кластере, то производительность вычислений может быть вас не очень заботит. То есть может быть, если у вас все считается в 10 раз медленнее, то это может быть не такая большая проблема. Вы готовы, может быть, на ночь оставить или на несколько дней оставить, и в итоге оно посчитается на вашем лаптобе или на вашем локальном кластере. А стоимость, вопрос про стоимость таких вычислений в этот момент у вас не очень возникает. А когда вы считаете что-то на кластере, как я уже говорил, на первой лекции вы используете клауд-провайдеры, какого-то. Это может быть Google, это может быть Amazon. И тут уже вопрос стоимости вычислений, он возникает чуть ли не в первую очередь. Потому что если, допустим, вам удалось поместить свое вычисление на 100 машин, и вам нужно их арендовать на один год, то вы платите 5000 долларов. Ну, в какой-то базовой конфликтации. То есть это очень старый подсчет, я просто зашел на Google Compute Engine и запустил калькулятор, сколько мне будет стоить 100 машин каких-то базовых арендовать на один год. Ну, 5000 долларов в год вроде как немного. А если вам нужно в 100 раз больше места, и вам нужно 100 тысяч машин, то вы уже платите полмиллиона долларов в год. И это очень разумная причина – пытаться оптимизировать вычисления. То есть если вам удалось сэкономить в 10% на производительности, то вы сэкономили 10% денег. Это, в общем, очень привлекательная перспектива для демотивации эффективности вычислений. И плюс все эти вычисления про количество машин – это если вы какой-то алгоритм написали и хотите его на кластере запустить через клауд-провайдера. Если, допустим, вы не хотите сами алгоритм писать, а хотите использовать, допустим, Amazon предлагает всякие тулы для машин-лёрнинга. То есть если у вас какой-то стартап, вам нужно машин-лёрнинг заутсорсить, и вы хотите его заутсорсить прямо на Amazon, то вы платите еще гораздо больше, потому что они будут с вас брать деньги за использование их алгоритмов. И тогда у вас вообще ваш счет вырастет еще гораздо больше. Окей. То есть вычисления, на самом деле, стоят деньги. То есть важно понимать. Хорошо. Значит, давайте посмотрим на такую самую базовую задачу, чтобы понять вообще, что наша модель умеет делать. И опять-таки в любом курсе алгоритмов, наверное, один из первых примитивов это всегда сортировка. И давайте посмотрим на такой алгоритм. Называется Terrasort. Terrasort – это алгоритм, который поставлялся в качестве примера в базовой комплектации, там, Hadoop My Produce. Статья про этот алгоритм написана в Yahoo. То есть мы посмотрим на такую абстрактную модель, там, понятно, в Hadoop My Produce там еще какие-то технические, значит, детальные имплементации. Но базовый алгоритм такой. Он называется Terrasort. И в какой-то момент он был, может, там, в 2008 году, уже довольно-давно, типа, самым быстрым алгоритмом для сортировки вообще больших объемов данных. Если вам интересно, что сейчас происходит в области сортировки больших объемов данных, то есть такой вот веб-сайт, там проводятся соревнования, кто быстрее сортирует, там, терабайт данных, есть терабайтов, кто дешевле отсортирует, да, потому что мы уже выяснили, что когда большие объемы данных, то там стоимость важна. То есть там кто отсортирует больше всего данных за 1 доллар. Я не знаю, что это в таком духе. Ну, вы можете посмотреть. То есть там есть разные категории, и что важно, да, то есть они также отличаются по стоимости вычислений. Сейчас, по-моему, Apache Spark, вот алгоритм на Spark сейчас там доминирует. Окей. Замечательно. То есть пускай мы хотим отсортировать n ключей, это просто числа, на наших машинах. То есть у нас… Да, у меня, в общем, поменялись параметры, теперь n в степени 1 минус, я описываем количество машин. Ну, окей, то есть просто epsilon поменялся на 1 минус epsilon. Значит, что мы вообще хотим сделать по большому счету, да? Если бы мы могли первые n делить на m ключей поместить на первую машину, вторые n делить на m ключей на вторую и так далее по порядку, да, то мы могли бы дальше их локально отсортировать и решить нашу задачу. Понимаете? То есть на самом деле весь вопрос, каким образом поместить первые n делить на m ключей на первую машину, дальше на вторую и так далее. То есть как это делается? Строятся приближенные гистограммы распределения ключей. То есть мы не можем точно сказать, как поместить в точности первые n делить на m ключи на первую машину, на вторую и так далее. А мы будем пытаться приближенно это сделать. Для этого каждое… изначально как бы у нас данные… Да, то есть может быть я не очень объяснил. Изначально мы предполагаем, что данные у нас вообще никак не сортированы. Они произвольным образом разложены. То есть у нас нет каких-то предположений про распределение, они просто могут быть произвольным образом помещены в память на разных машинах. Окей. Значит, тогда как мы делаем алгоритм сортировки? Мы строим приближенную гистограмму. Каждая машина берет сэмпл размера s какой-то. И нам важно, чтобы все эти сэмплы в итоге влезли в оперативную память. Чтобы m умножить на s было не больше, чем количество оперативной памяти s. Которое мы будем называть m в степени epsilon. И тогда мы можем эти все сэмплы поместить локально и отсортировать. Если они влезают в память. Ну а теперь идея простая. Если мы подберем правильно параметры, то наша гистограмма, она хорошо приблизит распределение ключей. То есть если мы изначально хотели точно побить на блоке первое n делить на m ключей, второе делить на m ключей и так далее. То мы теперь побьем на блоке просто по этой приближенной гистограмме, которая нам как-то приближает распределение. То есть тут все как бы очень, очень просто. Ну и с помощью оценки чернового можно показать, что если у вас m умножить на s порядка логарифма делить на какой-то параметр альфа в квадрате, то такого количества сэмплов вам хватит, чтобы посчитать размеры всех блоков с ошибкой порядка альфа умножить на m с высокой вероятностью. Да? Окей. Вот, в общем-то, вся идея. То есть просто берете сэмплы достаточно большого размера, считаете гистограммы и разбиваете на блоки приближенные. Значит, алгоритмы на графах. То есть мы хотим говорить про кластеризацию. А, да, значит, еще такой момент, что следует из сортировки, что теперь мы уже можем предполагать, что наши данные отсортированы. Да? Потому что мы просто можем этот террасорт запустить и он нам там за пару раундов все посчитает отсортированным образом. Да? Потому что нужно просто все сэмплы взять, отсортировать сэмплы, построить гистограмму, разбить гистограмму на куски и попросить машины переслать по этому распределению данные на машины. И дальше их локально отсортировать. То есть занимает там 3-4 раунда в таком духе. На практике террасорт занимает там, да, какое-то очень маленькое количество раундов. Окей. То есть теперь у нас уже данные непроизвольным образом разбиты по машинам. А если мы хотим как-то отсортировать, то это, в общем, занимает совсем немного раундов. Окей. Значит, теперь алгоритмы на графах. В случае алгоритмов на графах тут довольно много литературы и важно различать два случая. То, что мы будем называть плотные графы и разреженные графы. Плотные графы – это случай, когда у нас количество оперативной памяти гораздо больше, чем количество вершин в графе. Да, то есть если все вершины можно поместить локально. И мы вот уже знаем, что у нас есть для этого случая линейный скетчинг. То есть помните, мы на прошлой лекции построили, значит, линейный скетч, у которого размер типа линейный с какими-то там полилогарифмами от количества вершин, да. То есть если у нас граф плотный в этом смысле, то линейные скетчи, они все влезают в оперативную память. Их можно локально построить за один раунд, отправить на какую-то одну машину и там уже на линейных скетчах работать, как мы делали в стриминг-алгоритмах. Значит, линейный скетч замечательный, совершенно примитив. Он работает в случае, когда у вас граф плотный в этом смысле и памяти больше, чем количество вершин, гораздо. Значит, и плюс еще есть очень много разной литературы, которая разбирается со случаем, когда у вас граф плотный. А если граф у вас разреженный и у вас памяти гораздо меньше, чем количество вершин, то ситуация в том смысле гораздо неприятней. Линейные скетчи перестают работать, потому что линейный скетч уже даже в память не поместить. И здесь много открытых вопросов. Например, сегодня мы увидим, что можно посчитать связность в таком режиме за порядка логарифма n количество раундов. А можно ли это сделать за меньше, чем логарифм n количество раундов для разреженных графов? Уже непонятно. То есть это большой открытый вопрос. Ну и как бы предполагается, что, наверное, это нельзя сделать. То есть такая гипотеза. Окей. Окей. Значит, ну давайте посмотрим для начала на какой-то совсем примитивный алгоритм обработки графов в этой модели. То есть зачем нам нужно кластеризовать графы? Есть приложения у этого типа к нахождению сообществ, удаление фейковых аккаунтов, дедупликация. То есть это, наверное, одно из основных приложений. То есть если у вас очень много похожих элементов, то, может быть, можно их всех просто на один заменить и сохранить место на их хранении. Локализация хранения и все такое прочее. Ну окей. То есть с теоретической точки зрения нам всегда хочется для графов иметь примитив подсчета связности. Да, то есть пускай наш вход в наш кластер – это n-ребер графа, которые произвольным образом разбиты между машинами. А результат – это правда ли, что граф в связи? Ну или, допустим, мы хотим вывести количество компонентов связности. Значит, такой вопрос, как вы вообще считаете? Ну это такой несерьезный вопрос. Как вы считаете, сколько это раундов займет? То есть если у нас есть граф, мы хотим в этой модели проверить его связность. То есть кто считает, что можно за константное количество раундов сделать? Нельзя. Кто считает, что за полилогарифм можно? Я на самом деле уже ответ на этот вопрос сказал, потому что это проверка внимательности, по большому счету. Да, ну окей. n в степени альфа, экспоненциальное количество… Да, или невозможно. Ну окей. Правильный ответ – полилогарифм. Алгоритм для связанности. Давайте посмотрим, как он устроен. Он немножко технический алгоритм, но общая идея там простая. То есть я, может быть, не буду все детали описывать. К сожалению, когда вы начинаете полностью описывать все детали того, что в этом мопридюсе происходит, то там может быть очень много всяких технических подробностей, как там что-то сделать. Но если вы понимаете общую идею, то это как бы все несложно. Общая идея – мы будем использовать тот же самый алгоритм Баруфки, который мы на предыдущей лекции рассматривали. Который, я напоминаю, выглядит следующим образом. Сначала все вершины у вас находятся в разных компонентах. То есть каждая вершина в своей компоненте. И потом вы повторяете следующий процесс логарифм N раз. Каждая компонента выбирает другую компоненту, с которой она соединена ребром. И все пары компонент, которые таким образом друг другу выбрали, они сливаются. Значит, когда мы использовали линейный скетчинг, то вроде как никаких проблем с имплементацией алгоритма Баруфки у нас не было. А здесь нам придется сам алгоритм немножко модифицировать для того, чтобы он работал действительно за порядка логен-раундов. Потому что представьте себе, что на первом шаге алгоритма Баруфки у нас образовалась такая цепочка. То есть первая вершина выбрала вторую, вторая выбрала третью и так далее. И вот это у нас все разложено по разным машинам, все эти вершины. Все эти решения про выбор, они произошли локально. И теперь нам нужно каким-то образом это все вместе слить. То есть у нас первый шаг алгоритма Баруфки, нужно сразу же все объединить. И как бы совершенно непонятно, каким образом это сделать. Потому что эти все решения произошли локально и в глобальном очень много зависимости. Нужно весь этот путь объединить. А у нас же логен-скетчей там есть. То есть мы можем много раз, когда локально принимаем решение выкнуть вершину, то верно она попадет на вершину. Все верно. Ну смотри, сейчас мы работаем с разреженным режимом. То есть у нас количество памяти локальной гораздо меньше, чем количество вершин. А размер скетча у нас порядка n. Поэтому он даже никуда локально не поместится. Хорошо. Окей. Да, то есть мы как раз пытаемся разобраться в ситуации, когда у нас, например… Ну представьте себе… Да, да, да. То есть давайте вернемся на секундочку к этому всему разговору про разреженный граф. Представьте себе, что на самом деле у вас корень из n памяти и корень из n машин. Где n – это количество вершин в графе. А граф у вас разреженный. То есть в нем всего линейное количество ребер. То есть типа, например, вот выглядит так. Вы хотите посчитать связность, правда ли, что это один цикл или это два цикла. Да, то есть линейный скетч у вас будет… На каждую вершину линейный скетч вам позволит сделать полилогарифм от n размера скетч. Ну а в данном случае на самом деле это как бы тривиально, потому что у вас и так это всего два ребра. Да, то есть в данном случае в разреженных графах вы могли вообще без всяких линейных скетчей обойтись, потому что у вас всего два соседа. Ну или там константное количество соседей. Да, пускай у нас граф, у которого константная степень у всех вершин. Да, тогда никаких линейных скетчей нет вообще никакого смысла делать. Можно просто взять и всех соседей послать. Да, вершин. И это как раз тяжелый режим для алгоритма связанности в MapReduce. То есть представьте, что у тебя корень из n машины и корень из n памяти. Да, и нужно как-то связанность посчитать. В графе с константной степенью вершин. Да, понятно, что линейные скетчи, они здесь совершенно не работают. Или непонятно? Ну, не очень. Не очень понятно. Ну, хорошо, тогда спроси, что непонятно. Ну, сейчас я еще подумал. Я, наверное, если еще после лекции подойду. Да, хорошо. Ну, окей, да. Значит… Проблема, которая может возникнуть, если мы будем алгоритм Баруфки симулировать, то, что у нас могут возникать такие цепочки и непонятно, в принципе, что с ними делать. Значит, прием, который применяется – это такая модификация алгоритма Баруфки, где не каждая вершина выбирает соседа себя, а только некоторые вершины выбирают соседа. Окей. То есть, давайте произвольным образом разобьем вершину на два класса – красный и зеленый. То есть, сделаем как бы такой граф из двух частей. И у нас только вершины красные будут выбирать себе соседа, а зеленые вершины не будут выбирать себе соседа. И в таком случае у нас никаких цепочек не возникнет, потому что если красная вершина выбрала зеленый сосед, то зеленый сосед ничего не выбирает. Да, то есть у нас зависимости стали изолированы. Нам не нужно за один раунд будет строить такую гигантскую цепочку, нам нужно будет только сливать по две вершины за раз. Ну окей, это такая интуиция того, что здесь происходит. Детали будут дальше. Значит, мы случайным образом покрасим вершины в два цвета – красный и зеленый. То есть, просто каждая вершина может случайно бросить монетку и решить, она красная или зеленая. В зависимости от результата. И после этого красные вершины, они будут выбирать себе соседа, а зеленые вершины ничего не будут делать. А дальше мы будем просто симулировать алгоритм Баруски вот в такой ситуации, когда у нас только вершина одного типа выбирает себе соседа. Окей. Да, ну окей, давайте теперь более формально посмотрим на описание этого алгоритма. То есть, пускай у нас есть n-ребер в нашем графе. Наш граф неориентированный, мы считаем. То есть, просто компонент связан с этим неориентированным графом считаем. И давайте введем какие-то обозначения. То есть, пускай p – это будет какой-то индекс у каждой вершины. Гамма от подмножества s – это набор соседей подмножества вершины s. Да, это просто… Просто такая как бы граница… То есть, у меня есть картинка? Нет, наверное, нет картинки, да? Ну, то есть, гамма от s – это просто набор соседей. Если у нас есть подмножество s, то гамма от s – это вершины, которые соединены. И vs не лежат. И vs, да, не лежат. Ну и плюс нам придется какую-то дополнительную информацию поддерживать для того, чтобы эти компоненты связан с этим считать, которые мы назовем метками, да? Наш алгоритм будет присваивать какие-то метки l всем вершинам. То есть, это будут просто метки, которые обозначают, какой компонент эти связанности в данный момент наша вершина принадлежит. То есть, изначально метки будут просто числа от 1 до m, а если у нас вершины сливаются в одну компоненту, то они будут перенумеровываться метками, чтобы у них была одна и та же метка. И l с индексом v – это просто набор тех вершин, которые имеют какую-то конкретную метку v. l от v. Ну и вариант, который будет сохраняться, что это будет подмножество той компоненты связанности в графе, которая содержит v. Да, ну то есть, это все должно быть довольно интуитивно, что у нас, грубо говоря, изначально все вершины помечены разными метками, а потом, значит, они будут объединяться, и метка у них будет одинаковая. И они будут объединяться, если они связаны, и в конце концов все компоненты связанности будут помечены одинаковой меткой. Окей. И плюс нам еще нужно будет ввести такое обозначение, мы будем некоторые вершины называть активными вершинами. Значит, ключевой момент, что в каждом классе эквивалентность с одинаковой меткой, то есть в таком классе lv, у которой сейчас одна и та же метка, у нас будет в точности одна активная вершина. Эта вершина будет отвечать за то, чтобы найти соседа. Да, потому что нам нужно из каждой компонента будет найти там прилежащее ребро, и эта вершина активная будет заниматься тем, чтобы его найти. Окей. Значит, алгоритм для связанности устроен следующим образом. Сначала мы помечаем все вершины как активные, потому что у нас по одной вершине в каждом классе, они от 1 до n, и метка у них будет просто id этой вершины. А потом, значит, как в алгоритме паровки, мы запускаем порядка log n итераций, и каждая итерация выглядит следующим образом. Значит, помните весь момент с красными и зелеными вершинами, то есть нам нужно некоторые вершины сделать то, что мы называем лидерами. И это вероятностный процесс, где вершина становится лидером с вероятностью 1-2. И также, значит, все вершины в одном классе эквивалентности тоже будут называться лидерами. И у нас красные вершины выбирали, значит, каждый активный красный нон-лидер, он выбирает себе зеленого соседа. То есть формально это будет найти прилежащую вершину зеленого цвета. Ну и нужно как-то разобраться с… Если таких вершин много, да, то есть давайте выберем минимального по индексу p вершину w со звездочкой в окрестности вот этой компоненты lw. После этого, значит, сама вершина w становится пассивной и мы, значит, производим эту перенумерацию новыми метками. Окей. Значит, анализ, как мы уже сказали, если у нас две вершины имеют одинаковую метку, то они находятся в одной и той же компоненте связанности, потому что это invariant. И утверждается, что с большой вероятностью после log n, то есть n большой может быть n маленьким, после log n шагов этого процесса у нас в каждой компоненте будет только один тип метки. То есть cc – это connected component, компоненту связанности. Для каждой компоненту связанности количество активных вершин сокращается в какое-то константное количество раз в каждой итерации этого процесса. То есть изначально, если у вас компоненту связанности, там было n разных меток. Первый раз мы запустили итерацию, оно в какое-то константное количество раз сократилось. Допустим, в семь восьмых раз. Такую константу у нас в итоге получится. То есть понятно, что если мы log n раз это сделаем, то с хорошей вероятностью у нас останется только одна метка. Значит, как доказать, что в константное количество раз сокращается? Ну, вот здесь какое-то доказательство приведено более-менее. Половина активных вершин будет в среднем объявлена нелидерами. Потому что мы просто с вероятностью одну-второй обзываем их нелидерами. Потом мы выбираем активную нелидер вершину v. Значит, если в нашей компонентной связанности пока что не все метки одинаковые, а есть две разных метки, то там будет такое ребро, у которого метки на разных концах разные. И с константной вероятностью это ребро добавится и эти компоненты сольются. Ну, то есть, может, такое немножко какое-то руководство здесь. Ну, в общем, нужно просто аккуратно посмотреть, что происходит. И я думаю, будет понятно, что какое-то количество раз у нас количество меток сокращается на каждом шагу этого процесса. Я не буду вдаваться в детали имплементации, значит, до всего процесса. Потому что тут нужно аккуратно еще последить за тем, как эти метки все обновляются, почему это все можно сделать за константное количество раундов и так далее. И также здесь очень полезно использовать, если у вас есть распределенная хэштаблица, то на самом деле то, что на этом слайде написано, как это все реализовывать, можно использовать распределенную хэштаблицу, если я на эту тему как это все ускорять с помощью хэштаблиц. Да, ну окей, давайте перейдем к следующему алгоритму. Значит, мы, как мы уже говорили, значит, у нас есть различие между разреженными графами и плотными графами. Да, это то, что мы обсуждали уже. Значит, следующая задача у нас будет называться correlation clustering. Она как раз на плотных графах. Значит, correlation clustering — это такой интересный алгоритм кластеризации графов, который был изобретен в день товарищем Блан Бансалом Чамбле 13 лет назад. И он появился из приложений к машинному обучению. Значит, пускай у нас есть какой-то граф. Вот, например, такой граф. И мы хотим его каким-то образом кластеризовать. Вот предлагается такой естественный метод кластеризации. Давайте представим, что ребра этого графа создают нам какие-то положительные корреляции между этими вершинами. Отсутствие ребра означает какую-то отрицательную корреляцию между вершинами. Давайте представим, что мы каким-то образом разбили этот граф на части. Вот, например, таким образом. Хочется определить какое-то качество, значит, этой кластеризации. Так, Relation Clustering говорит, что, значит, поскольку ребра положительные ассоциации, то если у нас ребро попадает в кластер, то это хорошо. А если у нас не ребро попадает в кластер, то это плохо. Да, то есть вот на этой картинке, если я таким образом разбил на кластеры, то у меня, значит, как бы есть четыре ошибки. То есть у меня есть три ребра, которые идут между кластерами. И есть одно не ребро, которое попало в кластер. Да, то есть мы скажем, что это такая стоимость этой кластеризации равна 4. То есть на следующем слайде тоже, знаю, что у меня все написано. Наша задача будет минимизировать количество неправильно классифицированных пар среди вообще всех пар вершин. И эти пары, мы к ним относимся одинаково. То есть если это не ребро, которое попало внутрь кластера, или это ребро, которое идет между кластерами, мы просто берем, считаем суммарное количество таких ошибок. Да, то есть в этом случае, значит, как я уже сказал, у нас есть четыре некорректно классифицированных пары. Это одно покрытое неребро и три непокрытых ребра. Окей. И теперь, значит, наша задача будет приближенно посчитать этот, значит, correlation кластеринг. И это, на самом деле, нетривиальная задача. То есть вы, если хотите минимизировать количество ошибок, то как это в точности сделать за премиальное время неизвестно, потому что это более-менее эквивалентно P versus NP. И первая статья, которая на этой теме была написана, она дала какое-то очень плохое приближение. То есть было приближение порядка ошибки в 20 тысяч раз. И была длинная последовательность сетей, которая приближение улучшала. И, в частности, значит, статья моя с авторами, если вы локально хотите посчитать correlation кластеринг на одной машине в памяти, то мы показываем, что можно получить примерно в два раза ошибку по сравнению количества ошибок. Это статья 2015 года, значит, с тремя моими соавторами. Окей. Есть задача, связанная с этим, если вы хотите максимизировать количество правильно классифицированных пар. Легко убедиться, что, на самом деле, это гораздо проще задача. И в статье о Bloom-Van Salon-Chablo там уже показывалось, что можно получить один минус epsilon приближения. Но на практике обычно хочется на самом деле ошибки минимизировать, потому что то, что мы максимизировали количество правильно классифицированных пар, означает, что у вас еще может остаться очень-очень много ошибок. А если ошибок нет, то у вас как бы идеальный кластеринг. Хочется минимизацию решить. Значит, correlation кластеринг является одним из наиболее успешных методов кластеризации. И у него есть ряд преимуществ по сравнению с другими методами. Например, одно из преимуществ – это то, что он использует только качественную информацию про схожесть объектов. То есть у вас эти вершины в графе на самом деле будут какие-то объекты. Документы, например. Или пользователи социальной сети. Или что-то еще такое. Вы хотите кластеризовать какие-то данные. Есть разные подходы к кластеризации. Например, иногда вам требуется, чтобы у вас про каждый объект был какой-то вектор фич. А в данном случае этого не требуется. Вам просто нужно уметь узнавать про два объекта, они похожи или нет. Если они похожи, вы создаете ребро в графе. Если они не похожи, вы не создаете ребро в графе. И это все, что вам нужно уметь делать. Это все данные, которые вам нужно собирать для того, чтобы такой алгоритм запускать. А вектор фич – это на самом деле гораздо больше информации. Может быть, он у вас не всегда есть. Окей. То есть вы используете только качественную информацию про… Также, по сравнению с какими-то другими методами, например, здесь не нужно указывать, сколько вы хотите кластеров. Бывают методы, когда вы просто говорите, я хочу 10 кластеров, и он вам посчитает 10 кластеров. А сколько вы на самом деле хотите кластеров, может быть, вам не очень очевидно. Это такой частый вопрос. Мы увидим другой метод, например, keyMeans. Там вы просто явно задаете key как параметр, сколько вы кластеров хотите. А здесь количество кластеров выбирается самим алгоритмом, чтобы лучше всего приблизить данные. Приложение всего этого correlation-кластеринга обычно к дедупликации. То есть когда у вас очень много документов, и вы хотите хранить только одного представителя каждого класса документов, то есть вы просто их кластеризуете и только одного представителя оставляете. Окей. Ну, как я уже сказал, в общем, в точности эту задачу решить NP трудно, но есть, значит, приближенные алгоритмы. Окей. Значит, на тему correlation-кластеринга есть обзор, можно посчитать, знаете, есть, значит, набор лекций. На конференции KDD тоже можно смотреть по всяким приложениям этого correlation-кластеринга в деталях. Есть, кстати, на Википедии, можно почитать и все такое. Окей. Значит, а как делать алгоритм? Значит, как делать алгоритм? Предлагается, значит, такой очень простой алгоритм для correlation-кластеринга. Такая замечательная идея принадлежит Айлоне Чарикеру-Ньюману, это где-то 2004 года, наверное, примерно, идея 2005-го. Алгоритм, который дает в матожидании три приближения к количеству ошибок. Алгоритм следующий, очень простой. Вы выбираете случайную вершину V и делаете кластер из вершины V и ее соседей. И все эти вершины из графа выбрасываете. И рекурсивно вызываетесь на том, что осталось. Да? То есть, алгоритм вместе с описаном, случайно выбираем вершину, берем ее вместе с соседями, выбрасываем кластер. Давайте посмотрим, как на графе работает. То есть, у нас такой граф, случайно мы выбрали вершину, например, вот эту, в теле от вершины, вместе с соседями сделали кластер, убрали из графа. Теперь у нас осталось четыре вершины в графе, выбрали случайную вершину, например, эту, объединили с соседом. Единственное, да, потому что вот эти вершины уже из графа удалились, у вас образовался класс размера 2 и так далее. Теперь осталось всего две вершины, они друг с другом не связаны, поэтому у вас получилось два кластера размера 1. Понятно, да? Ок. Замечательно. То есть, такой алгоритм. Мы его будем называть вероятностным pivoting. Pivot – это просто вершина, которая выбирается в качестве центра кластера, вершины P. Ну и ок, то есть, если мы в этом случае сделали такой алгоритм, да, то мы видим, сколько ошибок у него получилось. В данном случае получилось 8 ошибок, потому что у нас есть 6 ребер, которые пересекают границу кластера и 2 неребра, которые попали в первый большой кластер. Да, то есть всего 8 ошибок, 2 накрытых неребра и 6 ненакрытых ребер. Ок. А на самом деле 4, то, что я показывал, это был оптимум, да, то есть в данном случае у нас получилось 2 приближения. В общем случае это 3 приближения. Да, то есть в матраждании. То есть в матраждании приближения 3. Да. Ну ок, то есть про последний алгоритм более-менее все известно. И есть определенная проблема, да, если вы хотите сделать алгоритм параллельным, то как бы в худшем случае понятно, что может быть у вас каждый раз кластеры там размера 1 или 2, какого-то константного размера, то у вас вот это все будет очень последовательно, займет там порядка n итераций, да. Если у вас граф, например, это цикл на n вершинах, то понятно, как бы каждый раз вы выбираете этот пивот, вырезаете 3 вершины, не больше 3, и это все занимает линейное количество шагов. Поэтому, чтобы сделать параллельный алгоритм, нужно как-то более хитрым образом действовать. Хорошо. Значит, в статье о 4 чате Далвий Кумар показывается, что можно сделать приближение чуть хуже, чем 3, просимулировав этот алгоритм хитрым образом в MapReduce. Да, на самом деле можно даже немножко лучше сделать, на самом деле можно 3 получать. Ну, давайте увидим, как сделать 3 плюс epsilon за алгоритм в квадрате делительный epsilon раундов. Извиняюсь, а у нас есть правильность в предположении сейчас о количестве ребер? Нет, да, то есть такого предположения нет. И о количестве кластеров тоже? Да, в том-то и дело, что никаких предположений не прочитать ребер, не прочитать кластеров нет. То есть кластеров сколько получится, да, сколько алгоритм нам выведет, а ребер, ну, какой вход. Как сделать параллельный алгоритм из этого? Это такой довольно фундаментальный прием, который на самом деле очень похож на алгоритм Lubia. То есть на самом деле, в принципе, можно было бы использовать, если вы знаете, параллельный алгоритм Lubia. Если его правильно модифицировать, то можно даже 3 приближения получить. Но как бы алгоритм Lubia довольно хитрый для максимального независимого подможества. Поэтому давайте посмотрим на какой-то более простой алгоритм. Значит, пока у нас граф не пустой, пускай d – это максимальная степень вершины в нашем графе. Мы активируем каждую вершину независимо с вероятностью порядка epsilon делить на d. Дальше мы деактивируем вершины, которые соединены с другими активными вершинами. То есть в чем как бы момент состоит? То есть нам хочется этот pivoting уметь делать параллельно. Не оно так, что мы сначала одну вершину убираем, там ее соседи удаляем и так далее. Потом другую вершину убираем, и это очень долго. Нам хочется, чтобы мы как-то могли параллельно этот процесс симулировать. То есть чтобы у нас было сразу много активных вершин, которые какие-то кластеры параллельно удаляют на первом шагу и так далее. То есть это как раз то, что у нас активные вершины будут делать. Но проблема в том, что как бы нам все равно хочется просимулировать этот последовательный алгоритм, поэтому, например, если у нас две вершины будут активные и они соединены ребром, то как бы не очень понятно, что делать. То есть одна вершина хочет удалить кластер из своих соседей, а другая вершина хочет удалить кластер из своих соседей. И тут какая-то зависимость возникает. То есть не очень понятно, как это параллельно и стимулировать. Поэтому, что мы делаем? Мы, значит, активируем вершины независимо с какой-то вершинностью, epsilon делить на d. И потом нам нужно убедиться, чтобы у нас таких зависимостей не было, чтобы у нас не было две активных вершины соединенных ребро. Поэтому мы деактивируем вершины, которые были соединены с другими активными вершинами. То есть если у нас такая зависимость близка, мы обе вершины деактивируем. И теперь у нас выполняется свойство, что у каждой активной вершины нет активных соседей. Все оставшиеся вершины мы как раз выберем в качестве центров-кластеров, этих пивотов, которые у нас были раньше. А теперь мы как раз можем параллельно весь этот процесс запустить и сделать кластер из вершины и ее соседей. Потом мы все эти кластеры убираем и запускаем дальше этот процесс. Ок. А не будет проблемой то, что у двух активных вершин может быть общий сосед. В какого кластера ее отнести? Да, это очень хороший вопрос. То есть мы можем произвольным образом его отнести к одному из кластеров. То есть, например, если нам нужно как бы разобраться, то давай выберем по индексу вот эти две вершины, которые активные к нему принадлежат, выберем вершину с минимальным индексом среди них и к тому кластеру присвоим. Да, хороший вопрос. А правильно понимаешь, что если у графа стекла с максимальностью и трансплата, то число кластеров довольно лимейно? Ну да, потому что при таком построении. Вообще при любом. То есть оптимальный слой кластеров? Ну да, видимо, да, можно доказать, да. Потому что если у него очень большой кластер, да, ну, был бы суперконстантный, то у него будет очень большое количество неребя. Его можно просто разбить. Да, и доказать, что как бы. Да, да. Но проблема, что у нас как бы изначально степень необязательно ограниченная. То есть она может линейной степень быть. И как раз алгоритм, на самом деле, это хороший наблюдение, как раз будет эту степень понижать. Окей. То есть как раз факт состоит в том, что у вас максимальная степень, она уполовинится за порядка log n делить на epsilon раундов. Да? Окей. Ну, а если у вас максимальная степень уменьшается в два раза за log n делить на epsilon раундов, то понятно, что увеличив количество раундов на логарифм, за логарифм в квадрате на epsilon, все это сойдется. Да. И второй факт. То есть в этой части доклада я пропускаю доказательства. Просто говорю, какие основные элементы, они на самом деле не очень сложные. Второй факт состоит в том, что этот процесс активации порождает примерно равномерное распределение на вот этих пивотах. Да, то есть это тоже важный момент, что в последний алгоритм мы просто равномерно выбирали случайную вершину, и это для анализа очень важно. А в данном случае нам нужно каким-то образом параллельно это сделать, и нужно аккуратно показать, что это так и происходит с каким-то приближением. Потому что изначально вроде бы все было нормально, мы активировали каждую вершину независимо с вероятностью epsilon 9 на d, а потом у нас произошла деактивация. В этой деактивации нужно показать, что она равномерное распределение не сильно попортит. Окей. Да. Давай писать, что время стоит. Окей. Значит, вторая часть, вторая часть это кластеризация, кластеризация векторов. Да, значит, пускай у нас есть набор векторов v1, vn в димерном пространстве. И мы хотим их кластеризовать. То есть, теперь, значит, у нас есть больше информации про данные, то есть у нас есть какие-то пользователи, документы, для каждого мы построили вектор фич, и фич у нас диш штук. Да, мы их представили как вектора. Это, может быть, вектора, полученные из word embeddings, типа, если вы какой-нибудь word to work используете, или что-нибудь такое в этом духе. И теперь у нас граф, который мы пытаемся кластеризовать, он задается евклидовыми расстояниями между этими векторами. То есть он как бы неявный взвешенный граф, который задается по парными расстояниями. Значит, предложения такие же, как и раньше, плюс можно визуализировать данные. Вот какие-то кластера у нас, допустим, построились. Бывают разные, значит, методы кластеризации и для разных данных. Если у вас данные как-то сгруппированы вокруг центров, то, может быть, вам один метод кластеризации подойдет. Если у вас данные как-то, кластера задается какой-то связанностью между вашими точками, то, может быть, какой-то другой метод кластеризации надо использовать. Значит, давай посмотрим на такой. Один из главных алгоритмов, который вообще всегда используется. Это называется key means. По-русски, наверное, key среднее. Это что-то такое. Значит, у вас есть эти вектора. Вы хотите найти k центров, c1, ck, так, чтобы минимизировать сумму квадратов в расстоянии до ближайшего центра. То есть, значит, целевая функция у вас минимизировать по выбору вот этих центров c1, ck, сумму квадратов по всем векторам от 1 до n, расстояние от вашего вектора до ближайшего центра cj, квадрата, значит, и фидорастояния. Да. Ну, окей. Ну, тут здесь как бы формально написано, что эта норма означает. И это NP-трудная задача. Даже локально как бы точно посчитать не удастся, поэтому нужно делать какое-то приближение. Это, как обычно, такие минус-кластеры выглядят, у вас какой-то центр, все точки, которые принадлежат к этому центру, помечены одним цветом. Окей. Окей. Значит, для k-means, значит, параллельный алгоритм предложен, вот в статье Артур Васильевицкий, и там такая идея, что давайте определим расстояние от вектора до какого-то набора центров c, c1 до ct, как минимум, как минимальный квадрат расстояния от этого вектора до центра из этого набора. И алгоритм следующий. Он дает порядка локий приближения, где k — это количество центров, которое вы хотите. Сначала вы выбираете случайный центр равномерно из вашего набора векторов, а дальше вы выбираете k центров последовательно. И k центров вы выбираете случайно из следующего распределения. То есть для ваших n-векторов вы считаете сумму квадратов расстояния от этих векторов до вашего набора центров и сэмплируете вектор пропорционально квадрату расстояния, нормализованному. То есть если у вас у вас k центров, то, значит, за k шагов вы просэмплировали как раз k центров. Этот алгоритм, он немножко последовательный, опять-таки, нужно его сделать более параллельным. Тогда вы сэмплируете первый центр случайно из данных, и изначальная стоимость у вас как раз сумма квадратов в расстоянии от векторов до первого центра. А дальше вы повторяете логарифм от вот этой величины раз в следующий процесс. Вы, значит, не по одному теперь эти центры выбираете, как раньше, а выбираете k штук сразу из этого распределения. Порядка k. И повторяете этот процесс логарифм psi раз. То есть в итоге у вас получается набор из k логарифм psi векторов, на которых вы запускаете уже обычный алгоритм k-минз локально. То есть такая идея, что вместо того, чтобы сэмплировать по одному центру, мы просто сэмплируем порядка k центров на каждом шаге из этого распределения и повторим это несколько раз. И тогда у нас будет хороший набор центров, которые мы потом локально кластеризуем. Теорема говорит, что если на последнем шаге мы получаем альфа-приближение к k-минзу, то всего вот эта схема она дает порядка альфа-приближения. То есть эта константа только теряется, а всего получается порядка альфа. Ну окей. То есть, да, в этой части доклада я уже доказательства пропускаю для того, чтобы сфокусироваться на самих алгоритмах. Значит, последнее. Ну, пожалуй, давайте я последнюю на самом деле пропущу вещь. То есть это тоже какая-то из моих статей. Что можно кластеризовать, значит, данные при помощи минимального основного дерева. Тоже интересно. То есть, если у вас так вот данные выглядят, то имеет смысл на них построить минимальное основное дерево и удалить из него длинные ребра. То есть, если вы хотите три кластера получить на этой картинке, то они вот помечены разным цветом. Считайте просто минимальное основное дерево, удаляйте два самых длинных ребра. И тогда вопрос, как посчитать минимальное основное дерево. У нас есть статья с сэроавторами Антони и Онак Николов, которая показывает, как это делать для константного количества размерности. Давайте я уже не буду рассказывать, потому что уже дело все к концу подходит. Окей, то есть пропустим эти детали. Замечательно. В общем, спасибо, что вы пришли на этот курс. Если вы хотите узнать обо всем этом пароле, вот такой очень быстрый курс. Я заранее извиняюсь за то, что, может быть, какие-то детали были пропущены, вы можете найти детали в моих слайдах, которые считались как курс в Индии в Пенесильвании и в Индиане. Там гораздо больше разных подробностей. Можете найти детали в моем блоге, будет на сайте Computer Science Club. Эмм...